Тентовый прицеп позволяет устроить жизнь в лагере современными удобствами. И благодаря этому ваша жизнь в кемпинге станет счастливой. Чтобы сделать такой тентовый прицеп, сваривают конструкции из круглых трубок. Так для него получается прочная рама. После того, как ее покрасят, подсоединят трубы и частично электропроводку. Начинают ставить колеса, которые закрепляют болтами. Затем устанавливают бак для воды. Потом от угловых стоек в центральной перекладине протягивают тросы из авиационной стали. Эту перекладину называют свистящим деревом. Если его повернуть, тогда тросы поднимут угловые стойки, тем самым поднимая крышу прицепа. Теперь прицеп выкатывают на следующий этап работы, где на шасси укладывают деревянный пол с виниловым покрытием. И закрепляют его шурупами. Затем пучок проводов подсоединяют к тем, которые уже установлены на шасси. От них будут работать кухонные приборы и стереосистемы. Внутреннюю переднюю стенку крепят к стальным переборкам и раме прицепа. Затем электрические провода продевают сквозь переборки. Они нужны для бокового освещения прицепа. И после этого устанавливают внешнюю панель. Заднюю стенку устанавливают между стойками и закрепляют. Боковые и наружные панели состоят из двух частей, чтобы осталось место для двери прицепа. Сборка завершается установкой угловых профилей. Внутри сначала монтируют раму для сидений. Устанавливают напольные шкафчики для кухни. А потом с помощью длинных металлических петель их соединяют с верхними шкафами, чтобы их можно было легко поворачивать. В напольный шкаф вставляют мини-холодильник и раскладывающаяся кухня готова. А это выдвижная платформа для матрасов. Она скользит по пазам в наружных стенках. Но прежде чем здесь можно будет спать, нужно сделать еще очень многое. Куски водоотталкивающей ткани сшивают вместе, чтобы сделать тент для прицепа. Пять секций сшивают отдельно. Затем на этапе проверки их соединяют с помощью молнии. Каждый шов внимательно проверяют. Брак здесь совершенно недопустим. Если тент успешно прошел проверку, по одной секции надевают на прицеп. Теперь можно сооружать крышу прицепа. Для изготовления крыши слоями склеивается много разных материалов. Для этого нужно большое количество промышленного клея. Его наносят на эти планки из фанеры. Эти листы из пеноизоляции также покрывают щедрым слоем. Склеенные листы пенопластирола кладут на внешнюю оболочку крыши из стекловолокна. Деревянные пламки укладывают по периметру и для большей прочности добавляют полосы металла. Последний слой – это фанера с виниловым покрытием. Таким будет потолок прицепа. Мощные валики сжимают склеенные слои. Когда в крыше вырезали нужные пазы и отверстия, к ней подводят провода и в потолке устанавливают внутреннее освещение напряжением 12 вольт. Кромки подрезают и прокладывают уплотнитель, чтобы не протекала вода. Откидные края крыши складывают в виде подноса и закрывают углы профилем. Теперь можно поднять крышу и установить тент. С помощью пневматического молотка его вставляют в пазы на потолке прицепа. Теперь этот тентовый трейлер готов отправиться хоть куда. В нем может поместиться небольшая семья. В нем есть все, чтобы накормить ее и на улице, и внутри. В комплект входит даже экранная дверь. Ведь кто знает, какие приключения могут случиться в пути.